Фишер Айланд – это самый дорогой адрес в мире и одно из самых закрытых мест в США. Самое большое число миллиардеров и мультимиллионеров на квадратный метр на планете живет именно здесь. Остров Фишера с материковой частью Майами разделяет всего лишь около километра воды. На первый взгляд, да не о лишь рукой подать, но большинство местных жителей и туристов Майами видели этот остров максимально близко лишь с этого места, где нахожусь сейчас я. Наша съемочная группа на вертолете облетает остров, стараясь разглядеть, что там внизу. Запасы топлива в огромных резервуарах, абсолютно автономно это место, может существовать несколько недель. А вот это уже вид с другой стороны, самого острова на Майамский Южный пляж. Паромная переправа похожа на границу. Линии для автомобилей жильцов, гостей, отдельно для поваров и нянь. Добраться сюда можно только на пароме, на который через эту охраняемую границу без специального пропуска не попасть. Здесь очень много знаменитых островов, здесь очень знаменитые хоккеисты. Кавалчук здесь живет, конечно, Павел Вюри здесь жил одно время, Джулия Робертс здесь жила, Опра Уинфри здесь жила. Высаживаемся на Фишер Айланд. Посередине острова огромное гольф-поле, теннисные корты, несколько фешенебельных ресторанов, два яхт-клуба, школа и даже свой банк. Но за право пользоваться этим вы заплатите 280 тысяч долларов. Только членство в этом закрытом клубе стоит как средний флоридский дом. Если рестораны не берут деньги, не берут кредитные карточки, это надо положить на твой аккаунт. Фишер Айланд – искусственный остров. Его создали в 1905 году. Сейчас трудно представить, что когда-то этот остров принадлежал одному человеку – Карлу Фишеру, эпатажному автомагнату и девелоперу. 10-15% это русские или русские оригинзы имеют, которые живут здесь. 10-15% русскоговорящие. Здесь очень много людей, которые из Бразилии, из России, которые привыкли, очень богатые люди, которые привыкли проезжать с буллетпруф-карс, Кули непробиваемыми машинами. Машины, которые привыкли разъезжать с бари-гардс, охранники. На острове Фишера есть еще одно строгое правило. За какими бы офшорами и компаниями не были спрятаны имена владельцев местной недвижимости в официальных документах, вы обязаны на своей квартире написать свое настоящее имя, а не подставных лиц. Это правило особенно не нравится российским чиновникам, у которых квартиры здесь тоже есть. Этот остров отдавали за долги и меняли на яхты. Какое-то время Фишер-Айленд принадлежал знаменитой семье магнатов Вандербильд. Им даже владел Ричард Никсон как раз перед тем, как он стал президентом США. Здесь свои правила и в чем-то даже законы. Ограничение скорости не такое, как везде в США. Ровно 19 миль – нечетная цифра, которая заставляет задуматься и притормозить. Хоккеист Сергей Гончар сейчас тренер питтсбургских пингвинов. Со своей супругой фигуристкой Ксенией Сметаненко они поселились на этом острове уже давно. С этим островом связано немало курьезных историй. Кубинские нелегалы, пробирающиеся ночью на лодках в Майами, часто путают Фишер-Айленд с долгожданным американским берегом и высаживаются на остров, не зная, что отсюда уже не убежать. Совсем недавно, как, по-моему, человек 20, да? 12, по-моему. 12. На надувной лодке они, видимо, хотели в Майами попасть, а по ошибке попали на Фишер-Айленд. Вот, и буквально ошиблись сотни метров. То есть, если бы доехали до Майами, уже бы оказались там, и все бы уже не нашел бы. А тут получается, что сразу наша секьюрити, да. Порой казалось, что остров Фишера уже вышел из моды. В 21 веке не всем нравится классика и тихоходные паромы, а вертолетную площадку на райском острове строить нельзя. Грандиозные высотки с автомобильными лифтами на материковой части Майами уже начали переманивать своим сиянием с острова жильцов. Но сейчас, как ни странно, деньги российских чиновников, музыкантов и спортсменов вдохнули в этот остров новую жизнь. За все отвечает президент. А что касается военнослужащих, за их судьбу отвечает верховный главнокомандующий. Обращаю ваше внимание, что у нас это одно и то же лицо. Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе и на юго-востоке Украины, не являются наемниками, потому что за это денег не получают. О предстоящих выборах чуть ранее говорили сегодня и в Москве, где Владимир Путин принял участие в награждении лауреата в премии «Доброволец России». На церемонию съехалось более 15 тысяч участников волонтерских движений из всех регионов страны. О том, что это за люди и почему для них был так важен разговор с президентом, наш обозреватель Павел Зарубин. Встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! 15-тысячный дворец спорта буквально взорвался. Особо предприимчивые успели даже, что называется, дать пять президенту. Настоящий фурор спустя несколько минут произвел диалог Путина с победителем конкурса «Доброволец России». Друзья, это так замечательно, что в следующем году объявили годом «Доброволеца». У «Добровольцев» очень большие планы на будущее и многое нужно сделать. А у нашей страны очень большие планы на «Доброволеца». Но сейчас, как ни странно, деньги российских чиновников, музыкантов и спортсменов вдохнули в этот остров новую жизнь.